МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Жители села в Городищенском районе остались без газа накануне зимы. Сегодня окончательно перекрыта подача газа на производство химпрома. ГИБДД и Высота 102 проверили городских водителей на трезвость. Китайский город-побратим приглашает волгоградских студентов на учебу. Еще один населенный пункт Волгоградской области остался без газа накануне зимы. Около 40 домов села Студена Яблоновка Городищенского района, несмотря на обещания местных чиновников, так и не получили голубое топливо. Люди не знают, что им делать сейчас и как пережить предстоящую зиму. Наем не проплачивает, поэтому не включает. Люди замерзают? Да. Ну, многие как бы остались без отопления. Ситуация в Студене Яблоновке один в один напоминает ту, которая сложилась в селах Великий Октябрь, Визовка и Бурковский Среднеохлубинского района. Жители этих сел разобрали печки, но так и не дождались обещанного газа. Подробно о том, как жители Студена Яблоновки выживают в холодных домах без обещанного газа, смотрите на высоте 102. Сегодня окончательно прекращена подача газа в производственные цеха химпрома. Напомним, ранее было заявлено о закрытии завода и сокращении 4,5 тысяч сотрудников. Как стало известно, в высоте 102 руководство области обратилось в правительство России с просьбой о включении химпрома в федеральную целевую программу по экологической очистке промплощадки завода. Это даст возможность подготовить территорию для размещения через несколько лет новых производств. Инвесторов региональное правительство ищет. В администрации Волгограда идет активная подготовка проекта бюджета. Он должен быть внесен на рассмотрение в городскую думу до 14 ноября. По сведениям высоты 102, этот документ может удивить и даже шокировать многих участников бюджетного процесса. Предлагается значительно урезать расходы муниципалитета, в том числе и на содержание чиновников. Правительство региона и облдума представили мэрии свой перечень предложений по повышению доходной части бюджета. Среди таких мер пересмотр ставок аренды за муниципальные помещения, увеличение поступления НДФЛ от малых и средних предприятий, повышение экономической эффективности муниципальных рынков. Полиция разыскивает преступников, которые ограбили офис коммерческой организации в Дзержинском районе Волгограда. Воры проникли в помещение через крышу, разобрав листы металлочерепицы. Из кабинета бухгалтерии преступники похитили металлические ящики с деньгами. Добыча составила более 200 тысяч рублей. Примечательно, что здание в ночное время охранялось сторожем, но он все проспал. И о факте кражи узнал только утром. Сегодня высота 102 отправилась в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД и областного наркодиспансера. Проверка водителей на трезвость проходила в Ворошиловском районе Волгограда на том самом перекрестке, где две недели назад по вине пьяного водителя пострадали три человека. Эти кадры потрясли Волгоград. Машина сбивает пешеходов прямо на зебре и уезжает. Сегодня массовые проверки подверглись сразу несколько десятков автомобилистов. В городе проходит мероприятие по выявлению водителей, управляющих вне трезвостью состояния. Будьте добры выйти из машины. Сверху и напитки не употребляли? Это хорошо. Все в порядке. Держите документы. Все доброе. Большинство водителей отнеслись к проверке с пониманием, но были и недовольны. Я сейчас занятый человек. Я еду по своим делам. Я не нарушаю право дорожного движения. В какую я имею отношение к этому рейду? Из остановленных сегодня два водителя были нетрезвы, но от медицинского освидетельства не отказались. Всего с начала года сотрудниками отдельного батальона ДПС по Волгограду было выявлено в городе более трех тысяч водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Сегодня в Волгоград в рамках форума городов-побратимов приехала делегация из Китая. Ожидается приезд гостей из Великобритании, Германии, Италии, Чехии и Болгарии. Представители китайского города Чэнду прибыли первыми. На приеме в мэрии была выражена надежда на продолжение сотрудничества по школьным учебным обменам между Волгоградом и Чэнду. В этом году к третьей Волгоградской гимназии присоединится пятая. На учебу в Китай планируется отправлять и волгоградских студентов. Уже учреждены стипендии. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин